Девушки отдыхают Встреча школьников с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС Педагоги первой школы делятся опытом Сводка криминальной обстановки в городе Конечно, Кубок Надежды держать в руках очень приятно Итоги волейбольного турнира Кубок Надежды А теперь об этих и других событиях подробнее В преддверии Дня памяти о погибших в радиационных авариях и катастрофах В историко-крывеческом музее Десногорска Школьники города встретились с ликвидаторами Одной из крупнейших радиационных катастроф на Чернобыльской атомной электростанции С учащимися 11-х классов встретились Тольят Мамедов и Виталий Карпинский Началось мероприятие с просмотра фильма о самой катастрофе и её ужасных последствиях Которые отголоском из далёкого прошлого периодически проявляются и в наше время Продолжилась встреча рассказами о своём личном вкладе в ликвидацию последствий Всё оборудование снимали, несли в могильники, а ставили новое оборудование Между школьниками и гостями завязалась беседа Ребят интересовало буквально всё И как справлялись со страхом И в каких условиях жили и работали ликвидаторы Водушевление и интерес читался в глазах детей Люди, которые присутствовали и рассказывали о этой трагедии Для меня очень мужественные люди, то есть герои Больше переживаются за людей, которые там находились в момент трагедии Также шокируют количество людей, которые это всё устраняли То есть рисковали жизнью Подобные встречи не дадут современной молодёжи забыть о героическом подвиге ликвидаторов И память о них будет жить вечно В Красном Бару прошёл областной день призывника Юные смоляне из всех районов области посетили железнодорожную воинскую часть С ребятами пообщались не только военные, но и священнослужители Представители общественных организаций Исполнительной и законодательной власти региона Юноши и девушки не только познакомились с бытом солдат Но и узнали об особенностях службы в железнодорожных войсках И рассмотрели образцы вооружения Технику, которую используют при проведении операции На показательных выступлениях военнослужащие продемонстрировали приёмы рукопашного боя И навыки обезвреживания противника На мероприятии побывали и призывники нашего города В культурно-выставочном центре имени Тенишевых прошёл ежегодный весенний бал Мероприятие, которое проводится смоленским филиалом МЭИ с 2013 года Стало одной из визитных карточек вуза Инженеры в бальных платьях показали, как надо танцевать полонез, венский вальс и польку-тройку Программа мероприятия включала и современные музыкальные номера А также отрывки из театральных постановок Первая школа Десногорска с 2010-2011 учебного года является экспериментальной площадкой По внедрению федеральных государственных образовательных стандартов За этот период школа первой у нас в городе вышла на основное общее образование И в гос. среднего общего образования Своими результатами педколлектив делится с учителями других школ Одним из приемов по обмену опытом в сфере образования является демонстрация открытого урока Необычный урок в виде театрализованного представления Подготовила преподавателя английского языка Наталья Степанченко Совместно с ребятами 11-го А и 10-го Б классов Наталья Николаевна тоже здесь пилотный педагог Показывает, как мы это делаем и будем реализовывать Уже подготовленные, имея хорошую базу И кадровый потенциал, и материально-технический, информационный потенциал Для реализации среднего общего образования в гос. Все представление, которое ребята показали, было проведено полностью на английском языке За основу взятое произведение Уильяма Шекспира «Ромео Джульетта» Костюмы, режиссура и драматургия Все это продумано и разработано самими ребятами Поскольку мы прочитали в оригинале многие главы произведения Шекспира Посмотрели фильм, нас это заинтересовало Мы были настроены на деятельность И мы как занимались театрализованной деятельностью Так и практически сами без помощи учителя построили урок Конечно, Наталья Николаевна предложила нам заняться Шекспиром Посмотреть фильм, прочитать книги И это нас вдохновило на создание, если так можно сказать, этого проекта Федеральные и государственные образовательные стандарты улучшают образование Дети становятся более мотивированными, социально адаптированными и коммуникабельными Что позволяет им в дальнейшем свободно заниматься проектированием И самостоятельно определиться в дальнейшем с выбором профессии В этом ребятам помогают также и мастер-классы С начала апреля в рамках реализации ВКОС во всех школах Десногорска Специалистами и студентами Десногорского энергетического колледжа Были проведены мастер-классы по направлениям, по которым ведет обучение колледж И это тоже помогает определиться детям со своим будущим Электронные паспорта транспортных средств начнут выдавать уже летом текущего года Услуга не будет являться обязательной Можно продолжать пользоваться бумажной версией паспорта Влоть до конца срока жизни автомобиля На новые машины будут оформляться уже электронные Этот механизм будет запущен во всех странах Таможенного союза Что даст возможность создать публичную электронную цифровую историю автомобиля А сейчас криминальные новости Дальнобойщик в Смоленской области по вине коллеги остался без миллиона Водитель перевозил денежные средства фирмы Другой, зная об этом, вместе со своим знакомым, проживающим в городе Ярцево, похитил их Оба были задержаны полицией За кражу подельщикам теперь грозит максимальное наказание В виде лишения свободы на срок до 6 лет Сотрудниками ГИБДД задержан москвич Подозреваемый в преступных манипуляциях с платежными терминалами Он в домашних условиях превращал в купюры различного номинала обычную резаную бумагу Вместо защитной нити он использовал обыкновенную фольгу С помощью этих подделок житель Москвы пытался пополнить счет своего мобильного телефона в смоленских платежных терминалах В ходе проведенного обыска в его личных вещах стражи порядка обнаружили и изъяли более 100 бумажных обрезков с изображением билетов Банка России О том, что произошло у нас в городе за минувшую неделю, нам расскажет майор полиции Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 106 сообщений о происшествиях Из них 2 сообщения о преступлении Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями Выявлено 125 административных правонарушений В том числе 103 нарушения правил дорожного движения За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 15 человек Митрополит Исидор возглавил пасхальное богослужение в главном храме Десногорска 21 апреля В пятницу светлой пасхальной седмицы митрополит Смоленский Ирославский Исидор совершил праздничное вечернее богослужение Его высокопреосвященству сослужил благочиной Десногорского церковного округа, настоятель храма протерей Виталий Сладков За богослужением молились прихожане и гости города Каждый верующий получил из рук правящего архиерея пасхальное яйцо, символ Пасхи Господней, а маленькие прихожане – сладкие подарки За минувшую неделю 59 смолян пострадали от укусов клещей, в их числе 14 детей За этот период в лаборатории исследовали 15 насекомых. В одном случае обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза Теперь нормативы ГТО смогут сдать смоляне с ограниченными возможностями С мая по июнь в некоторых регионах России, в том числе в Смоленской области, будут проходить тестирование готов к труду и обороне среди лиц с ограниченными возможностями Смоленская область вошла в список субъектов Российской Федерации, с которыми заключат соглашения по установлению государственных требований к уровню физической подготовленности инвалидов при выполнении нормативов В этот список вошли еще 13 регионов страны Всю минувшую неделю в спортивном зале 4-й школы проходили игры по волейболу «Кубок надежды» среди учащейся молодежи Кто стал победителем, расскажем в нашем следующем сюжете В турнире приняли участие команды юношей и девушек со всех школ города и Десногорского энергетического колледжа У девушек не было равных спортсменкам из 4-й школы, они с 12 очками стали победителями 10 очков и заслуженное второе место у команды 2-й школы, на третьем месте девушки из 1-й школы Здорово поучаствовать в таком мероприятии, игры очень интересные, мы набираемся опыта и, конечно, приятно выигрывать У юношей также развернулась упорная борьба Третье место у команды средней школы номер 4, второе у команды 1-й школы, а переходящий кубок завоевали юноши энергетического колледжа Соперники были очень сильные, мы старались, мы бились и боролись, в результате мы стали первыми Ура! 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 Лучшие игроки были отмечены специальными призами в различных номинациях А учителям физической культуры, чьи команды заняли первые места, представитель фирмы «Атомтехэнерго» вручил памятные подарки Организаторы турнира отмечают индивидуальное мастерство волейболистов и благодарят руководство 4-й школы за помощь в проведении игр Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok